Друзья, всем белка, с вами Катя... Подожди, я перепутал, это не тот канал. Друзья, всем белка, с вами Катя Бельчик. И Митя Бельчик. Ты волнуешься? Мне кажется, это тебе стоит волноваться. Потому что теперь я в кадре. Девочки, подписывайтесь на наш OnlyFans, точнее на OnlyFans Митюшки. Ссылочка будет в описании. Там гораздо больше контента с Митей. Мы снимаем и реакции, и влоги. Ну, в общем, если вам понравится, да? А сегодня я подготовила для тебя самый, конечно же, необычный выпуск. Это дешевые торты. Решила тебя порадовать, удивить. Но не думай. Не-не-не, подожди, подожди. Во-первых, здесь торты прямиком из Италии. Тарта аль лимоне, тарта аль какао. И Италия, как Италия. И Италия песочные часы, не сломаешь, не сы. Тирамису. Давай, кстати, попьем из кружки. Ой, ну сегодня вообще, конечно. У нас сегодня дабл мерч получается, да? Классика и новинка. И новинка. Ты знаешь, какой чай сегодня заварил? Попробуй. Ну, тебе, как обычно, пакетик это... Знаете, я себе завариваю покрепче, а Митя остатки пакетиков. С чем чай, как думаешь? С милк о лонгом? Нет. Это кэроп, гречишный чай. Мне кажется, еще фенхель во вкусе. Вот я чувствую. Кстати, очень приятно. Да, очень приятно. Не ломай, пожалуйста. Соберись. Мы сейчас будем обозревать торты в коробках, друзья. А вот дешевый или нет, я буду спрашивать у тебя, потому что цены знаю только я. Я же подготовилась. Договорились. Договорились. Просто выбирай, пока с чего начнем. Торт шоколадный. Ну, как-то ты прям пошел не с козырей. Ладно. Знаешь, как говорится, нужно начинать с того, что любишь меньше всего. А вот ты знаешь, мне кажется, я либо старею, либо я беременна. Но мне так стало нравиться все шоколадное, все лето я ем шоколадное мороженое. Такие-то какие-то, да. Ну, старость тебе пока не грозит. Как ты думаешь, сколько стоил Си-шедевр? Я сейчас, как Артемий Андреевич, буду гадать 189 рублей. Как ты догадался, 159. Ну, что, как дешевка выглядит? Ну, да, да. Ну, вообще, выглядит достаточно сочно, если присмотреться, как будто Прага такая. Слушай, ну, на картинках выглядит все достаточно сочно. Я себе даже сейчас сфантазирую, что там шоколадный ганаш. Ну, мы так понимаем, что там. Там шоколадный ганаш. Да! Да! Мой! Мой! Вилки забыла. Я, как хозяюшка, села слева, для вас справа. Правильно, мы зеркально отражаемся? Нет, мы не зеркально отражаемся, детка. В общем, я села слева, потому что я хозяюшка. Я могу сейчас так встать, продемонстрировать там, ну, блин, у меня штаны домашние. Блин, ну, давай тебе что-то. Ты можешь переодеться, как-то все-таки на людях уступаешь? Вилочки сейчас нам возьму с тобой, потому что, ну, такие торты нельзя без вилочек, конечно. А, прическу пока поправлю. Так, зайка. Ну, что, мы прям, получается, будем есть... Блин, подожди. И не резать это торжество вкуса. Слушай, я вот приготовила на жену, как будто этот торт даже не предполагает, чтобы его резали. Так, я выступаю на стороне народа сегодня. Ты зажравшийся блогер, всякие снимающие видео популярные. Я глаз. Глаз и алмаз, а какого хера ты коробку вып... Нам же сейчас составчик. Не подрассчитал немножко. Потом полезешь вот туда. Извините, сделал красивый жест, но не подумал вперед. Сначала будем читать состав, потом ты будешь выкидывать, хорошо? Договорились, договорились. Пахнет замечательно. Пахнет шоколадом. Да, не высококлассным. Да, не тем. Не какао-бабоуным. Ты знаешь, в детстве был такой сироп шоколадный. Он очень дорого стоил. Типа какой-то а-ля американский. И вот мы прям его сильно любили. Его очень редко покупали. И вот, как бы, купят. И на год вот он, знаешь, такой. Он там уже заплесневает внутри, а мы все экономим. И вот запах этого сиропа. Сейчас я понимаю, что он состоял просто из... Экстравагантный. Да, он был экстравагантный достаточно. Вот, и пахнет этим сиропом. Пожалуйста, напишите, если кто-то вспомнил, о чем я говорю. Он еще прям вот... Ну, блин, он в такой же упаковке был пластиковый. Он типа вот из сериалов, из мультиков. Из мультика Эй, Арнольд, как будто бы. Пахнет этим соусом. Ты хочешь разрезать? У нас, понимаешь, проблема нету второго мужа, который будет снимать крупные планы. Ищем мужа второго. Пожалуйста, пишите заявки, анкеты. Ну, или жену, если вы тоже умеете хорошо держать камеру в руках. Ну, давай. Давай. Ой, господи. Слушай, ну... О-ля-ля. Зергут. Это трюфел. Почему муха? Как ужасно. Так мы помним, на что мухи при... Господи. Ммм. Просто гармония вкуса. Прям... Феерия. Симфония, я бы сказал. Симфония, понимаешь? Господи, мне дошло. Блин, у меня в рот попал, в горло, в смысле, мать. В рот в горло. Это шоколадный пластилин. Вот из него можно подделки делать в детском саду. Вот знаешь, как будто это кейк-попсы уже. Ой, нет. Из остатков. Ну, это какие-то кейк-попсы совсем из дешевых кондитерских, которые размораживаются. Что-то горько мне дошло. Горечь вообще жесткая пошла в конце. Прям как ау-боб доехал. Алкоголь пошел. А ты сразу не почувствовал разве в запахе этого алкоголя? Вот он такой и был. Ну, это не алкоголь, это спирт называется. Сейчас я, пожалуй, да, схожу за составом. Извините, конечно. Ну, вы же знаете эту блогерскую тему, да, что сверху мы красивые, а снизу мы... В чем попал? Хотя бы вот постиранные штаны и на том спаси. Ой. Глюкозный сироп на первом месте. Вода на втором. Слушай, отличный состав. Вообще. Ну, если без шуток, ничего такого. Разрыхлитель какао тертое, масло какао. Прям вот не сказать, что это отвратное есть. Ну, почему настолько горько и липко? Потому что 159 рублей. Солнце. Монако. Солнце. Монако. Для чего? У нас НТВ. Классный был выпуск кондитера с Люськой. Смотрите на Бусти. Как всегда. Это просто дед пришел пиарить Бусти. Ну, потому что вот так. Потому что это твой личный олефантс. Да. Ты там себя отдаешь всецело. Да, нужно заходить. Я хочу прекрасный вот этот миндальный торт по одной простой причине. Что у него интереснейшая коробка. Обратите внимание. Она не параллепипедная. Она немножко скошенная. Смотри. Вот-вот-вот. Видишь? А, да. И вот тут угол. А, прикольно. То есть это что? Это дизайн. А дизайн что? Мы любим. Правильно? Сколько стоил? Вот это, ну, это что-то на богатом. А что-то на богатом начинается у нас от 300 рублей. Поэтому, скорее всего, это 259 по скидке. 469. Все. Я был прав. Потом я решил пойти против себя. Но надо было идти... Вперед. Вперед. Тебя на цитаты разрывает, честное слово. Да, что-то я сегодня решил мемы делать. Хочешь, я сразу прочитаю состав, чтобы ты выкинул? Давай я прочту. Состав. Сахар. Ядра абрикосовых косточек. Семена подсолнечника очищенные. Белок яичный. Пастеризованный. Сливки питьевые. Пастеризованные. МДЖ. 33%. Заюшечка, весь не над составом. Мы читаем самое интересное, да? Масло растительное. Пальмовое, ши. Слушай, а почему они масло растительное не подчеркнули? Потому что на масло растительное нет аллергии? Мне кажется, это гиперссылка здесь. А, блин, точно. Ребята, мы открыли правду. Это гиперссылка просто. Ребята, а вас вообще не смущает то, что в составе миндального торта на втором месте у нас ядра абрикосовых косточек? Где миндаль-то вообще? Мы что ищем? Ты учись, давай, учись. Единственное, что меня напрягает в этом торте, то, что его сделал производитель ООО ТВЕРДЬ. Проверим. Это ТВЕРЬ, которая... Не-не-не, это ТВЕРДЬ. Проверим. Как будто бы про это было... Господи, ты только сейчас дошла до тебя. Да. Ой, господи. У-ля-ля. Ничего не видно. Вот. А-а-а. Эмейзинг. Ну, кстати, выглядит примерно как киевский. Больше похож на вкус виловский. Мы пробовали, он тогда нам с тобой очень, кстати, не понравился. Потому что он был просто по вкусу, как сливочное масло. А можно с ножа прям есть? Хочу стать злым. Нет. Тебе не надо. Ммм. Пахнет свежестью и холодильником. Подтухшим. Кстати, очень даже. Ну, вообще не очень даже. Да? Вот это ошибка, когда орех необработанный. А, ты про это? Не вот этот орех, не который сверху, а который внутри. Это не орех. Просто свежеперемолотый орех. Это косточки вот эти. Необработанные, не пожаренные. Кстати, знаешь, чем пахнет? Хлебом черным, гарницким. Нет, это просто плохо. Это за 300 рублей плохо. За 469 рублей к этому вообще подходить нельзя. Я, как и говорил, это подсудное дело о твердь. Ты знаешь, я просто вспоминаю наш выпуск про миндальные торты. Это не самый плохой образец. Знаешь, у меня сейчас ощущение, что на булку с хлебом намазали сливочное масло и посыпали сахаром. Блин, просто пипец. Ну, а вы от этого торта не получите наслаждения, как должны получить от миндального тортика. Сверху я будто бы маргарин. Такой прям жирноват, да? В целом не так плохо. Вот на фоне предыдущего это даже ок. Но не за 469 рублей. Даже не слушайте. Ты на меня давишь. Я давлю на тебя, я давлю на зрителей. Даже вот не подходите к этому. Блин, мы, кстати, даже фирму не сказали. Слава богу, что мы не сказали. Почему? О, твердь я сказал. А, просто я хочу сразу же от них попробовать вот этот торт. Это тот шеф называется. Тот шеф. Виталик, наверное, делал. Это топ шеф. Топ. Она еще читать не умеет. О, твердь. Наш любимый. Сегодня столько вкусный чай, что мне даже... Опять же, видишь, коробка креативная. Ну, я заметила, да. Не получилось. Еще раз не получилось. Еще раз не получилось. Сколько стоил? Слушай, мы все-таки достойны друг друга. Я тоже скрывать ничего не умею. Господи. Ну, сколько стоил? Ну, подешевле. 420. 439 рублей. Ого. Слушай, ну ты шикарно вскрываешь. Я прям тебя поздравляю. Достойный. Да, достойный муж, достойный жены. Круглый, между прочим. Медовик. Я уже успел засраться. Ну, потому что белый... Белый может быть на свет. Ладно. Не обеспечивайте. Ммм, кстати. Я знаю, каким он будет на вкус. Он будет липким. Я прям уже это видел. Опять пахнет сахарной пропиткой. Митя, ну состав. Зачем читать состав, когда все понятно по вкусу? Согласна, но интересно же все равно узнать, да, ребят? Я не знаю, какая-то коробка неудобная. Да, резать ужасно. Вот прям честно. Что с этим делать? А как, вот как, скажите? Что с этим делать? Да, Митя, ну я только... Не, ну во-первых, типа можно вилкой вот так вот взять, да? О, кстати. Но резать неудобно. Как ты его перекладываешь? То есть свободного места недостаточно. Вот эта фольга, вот эта пленка, ужасно отклеивается. Ее приходится в несколько этапов сдирать. Ужас вообще. А это напряженность такая. А это за 439 рублей. Да, между прочим. Такой вот скромненький. Кстати, выглядит ничего так. Ну прям чувствую, каким он будет. Это моя вилка, это что? Покажите. Ну, уже ж... Катя, это моя вилка. Я прям даже знаю, что ты сейчас скажешь. Ничего. В каждом выпуске я говорю, что там гречишный мед, но здесь реально гречишный мед. Я его почувствовала и правда есть в составе, прикинь. Сахар, масло, растительные. Неплохие составы у этих тортов. Слушай, я считаю, что ты придираешься. Отличный медовик за 439 рублей. Ну не самый плохой, он хотя бы не сухой. Он жирноват, правда. Это крем какой-то у него на сливочном масле. Это торт для людей, которые не ценят себя. Которые привыкли быть тряпками. И есть пластилин. Это не пластилин. Замазка. Это просто плохо. Я не понимаю, почему они так... Я понимаю, почему они так делают. Вот ощущение, что технолог хотел сделать такой торт, который переживет вообще всех. Вот через 100 лет он будет лежать, и он будет такой же по вкусу. Всего месяц срок хранения. Тогда у него не получилось ни то, ни то. Ни срок хранения, ни вкус. Слушай, я тебя честно вообще сейчас не понимаю. То есть ты на первом торте сказал, что я придираюсь. Но я считаю, что хуже первого торта еще ничего здесь не было. Он плохой. Он 159 рублей стоит. А, ты типа из-за цены придираешься? Ну, конечно. Ну, я и из-за цены придираюсь, и из-за вкуса. Мне вкус вообще не нравится. Это просто... Я поняла шутку про твердь. Просто ты говоришь твердь, а пишется через Д. Типа твердый. Да. Извините, пожалуйста. Давай еще по вкусману. Нет, дальше не. Отлично, липкий такой. Ну-ка. Я надеюсь. Я только вне кадра съедаю все торты. Вы как раз спрашиваете, куда все торты деваются. Нет, второй вообще жесть кусок. Прям уже точно. Наши покорный слуга. Ну, давай тогда пойдем по проверенным фирмам. Проверенная фирма это ВН. ВН. Витя Никитин. Витя Никитин. Ну, кстати, немецкий вишневый пирог. Кюхен. Витя Никитин. Сколько ты думаешь стоила такая роскошь? Такая роскошь царские 100 рублей стоит. 149. Ты же совсем-то не дешевле, пожалуйста, дорогушь. Ничего себе. Равенский кондитерский комбинат решил навариться на гражданах. Кстати, здесь еще есть вкусы с корицей и меренгой, ванильной, фисташковой и шоколадной. Ощущение у меня, что мы что-то пробовали из-за этого. Фисташковой был. Тут составы можно не читать. Не растрел. Ля! Кюхен! Выглядит, кстати, очень даже за 149. Вообще, единственное, что сразу захотелось. Да, я вообще обожаю вот такую посыпочку сверху. Это беспроигрышный вариант. Это в столовых у нас, в школьных, булочки такие были. Честно, такие булочки работают и в дешевой столовке, в дешевой кондитерской, и в какой-нибудь пафосной кондитерской так же сработают. Выглядит просто потрясно. Ой, давай прям по кусману съедим, а? Ой, а пахнет-то вишенкой. О, боги! Ну, это прям Мишка Барни. Вытаскивать неудобно. Боже мой, это перфект. Ну, это потрясающе. За данную стоимость просто супер находка. Классический Мишка Барниевский бисквит. Джемчик. Лучше, лучше. Лучше, даже более пористый такой. Я бы сказал, классическая начинка Мишки Барни. Даже не классическая начинка, а сочетание теста и начинки. Вот оно прям очень похоже на Мишку Барни. Но, но бисквит более пористый, шифоновый. Шифоны. А главная фишка здесь, это посыпка хрустящая сверху. Ой, она настолько сладкая, но так классно во рту играет. Ммм. Да. И вишня приятная. Я думала, конечно, будет что-то какое-то подобие цельной вишни. Ну, как нарисована картинка. Но внутри джем, и это классно. Мне очень нравится. Знаешь, создается ощущение, что вот в некоторых кондитерских, ну, на производствах я имею в виду, есть дегустаторы, а в некоторых нет. Вот в Вите Никитине есть, сто процентов, есть дегустатор, который пробует то, что они готовят, и все огонь. Я бы такое прям съела с удовольствием, с чаем. Мне нравится. Детка, хочу тебя отвезти в Италию. Ну, давай. Селезенка итальянская. Торт написано, что произведен продотто и в Италии. Произведен в Италии. Прикиньте, в да зашла, и у нас итальянский торт. Прямо было крупными буквами написано, что это новинка. Все на итальянском, за исключением этикетки. А с каких пор пищевая ценность, это итальянский? Ну, тут внизу на итальянском. Все на английском. Импортер, фреш-маркет, Российская Федерация, изготовитель. Ну, изготовитель, действительно, какая-то чоколиталия. Италия? Виа Сан-Карло Найн. Найн? Как по-английски? Как по-английски? Найн? Я просто... Мы сходим с ума, реально. Сколько стоит? Италия, а Италия нынче дорогая, но итальянцам нужно как-то выживать, поэтому приходится продавать тортики в Россию, поэтому рублей 200. 200 у нас 9, по скидке еще. Это они что-то... Слушай, прикиньте, будет просто бисквит, по факту, вообще без начинки, без всего, за 300 рублей. Мы до этого попробовали Витю Никитина, который там за 169 рублей, и там еще с начинки. Кстати, выглядит красиво, он мне нравится. Прям куличик такой пасхальный. Подожди. Италия. Как она? Можно хоть понюхать-то Италию? Лимончелло. Ну просто лимонный кекс. Нормальный запах, хороший, достойный. Ну-ка, и сардинами еще пахнет итальянским. Сардинами? Угу. Не, прям хороший, хороший, достойный вкус. Нравится, нам нравится. Запах, запах. О-о-о-о, Дольче Вито. О, слушай, кстати. Ну это просто кекс, да? Кекс кусай. Ну-ка. Кекс. Ну это вот так же рекламируется итальянский кофе и итальянская пицца, да? Вот это так же на вкус все? Кекс как кекс, прошлый был вкуснее. Ну здесь нет никакого вкусового акцента, ты просто ешь... Вкусовой акцент помазан сверху. Да, его очень мало, но это как кулич, типа, тебе потом страдать, вот это все сухое есть. Нет, он, кстати, не самый сухой, он даже такой чуть увлажноватый, но больше липковатый. Все вот это липкое постоянно, то, что долго хранится. Ну давай сейчас второй. Нет, но это точно лучше, чем твердь. Да, это факт. Италия лучше, чем твердь. Твердь это один из десяти, это четыре из десяти. Да. Ну ладно, твердь я бы два поставила. Твердь это один для меня, для Катеринки два. Это продолжение итальянских похождения. Да. Приключения итальянцев в России. Торта аль какао. Как там, что это значит? Теряюсь в загадках. Похож на первый. Ой, стоит столько же, если что. Двести девяносто девять. Сегодня тебя кормлю. Он, кстати, сверху даже прикольно выглядит. Это получше, чем первый торт. Как сказал классик, такие кексы охранникам на смену. Это то, что едят охранники, чаевничают. Ну, дороговато, если честно. Ну, это прям супер посредственно. Даже как будто бы этой глазури сверху и не надо, чтобы было. Ну, это не глазурь какая-то, поливка. Вот она как раз даёт сюда этот вкус неприятный. Спиртовой немного. Горьковатый. Ну, это вот настолько никак. Так я даже не понимаю, зачем такое есть? Зачем такое импортировать? По мне лучше яблоко съесть. Ну, вот фрукт какой-то, чем вот такой вот бисквит. Лучше хлеб с вареньем домашним. Это будет вкуснее. А если ещё маслица сливочного добавить? Тут нет ничего уникального. Угу. Зачем бежать? Вы не за 300, а за 150 рублей у Вити Никитина найдёте точно такие же кексы, ещё повкуснее. А если чуть-чуть доплатите, то можно купить тирольский пирог. Ну, это вообще будет бомба. То есть, это вот прям, мне кажется, вот это больше про то, когда не уважаешь себя. Вот такие торты. Купиться просто на флаг Италии и подумать, что это вкусно. Хотя у нас делают гораздо лучше. Ну, по крайней мере, походу, они просто симпортировали самый дешёвый вид торта. Итальянского. Вот. И у них там, наверное, это за 1 евро продаётся, а нам тут за 300 рублей привезли. У них это так вот, типа, как 1 доллар пицца, знаешь, типа. Ммм, такое. Ну, что? Оставили напоследок самое интересное. Ой, ну вот эти торты, слушай, мы уже велись на их упаковку, ты помнишь? Киндер де Лиз. Нуганат, кейк. Нуганат. Ореховый с нугой и карамелью. Нуганат. Нуганат. Нуганат с кейк. Патока крахмальная карамельная. Кокосовое масло. Молочная шоколадная глазурь. Сухой яичный белок. Сухая молочная сыр. Сказать, зачем я вам сейчас это читаю? Короче, просто хороший торт. Мало калорий, кстати, 30-95. То есть, это что, низкокалорийный, скорее всего, йогуртовый. Ну, когда ты сказала, прям хороший торт, он не сам чистящий состав все-таки. Вообще, фирма де Лиз, много они сейчас делают тортов, мы кокосовый пробовали у них, помнишь? Я вот только не помню свои впечатления от него. Выглядит прям офигенно. Если это так же будет, вот, как на картинке. Как думаешь, сколько стоил? Слушай, если что, есть телефон отдела качества, позвоним, если нам не понравится. Ну, а мы сейчас позвоним. Торт устроил, как ты считаешь? Так, это какой торт? Отечественный получается. Делается в Московской области, в Подольске. Значит, цена такая, знаешь, средняя, типа 270 рублей. 479. Я в шоке, я в шоке. Ты где спал-то вообще? Что мы ожидаем? Это самый дорогой торт, да? Да. Он еще большой. 600 грамм. Ну, выглядит очень презентабельно и... Да. И хочется его вкусить. Меня вообще легко подкупить, просто нужно сделать сверху глазурь и орехи. Я все, я вся ваша. Это в эскимо, батончики. Опа. Отверт. Жесть. О-о-о, жестр. Господи. Как это лезет-то? Это, наверное, достается вот так. Слушай, он как будто замороженный был. Угу. Блин. Ну, кстати, выглядит. Угу. Прям вкусно. Ой. У меня попался кусочек глазури, это ужас. Мы сегодня без тарелок. А что сверху? Идея очень классная. Подожди, я не распробовала. Знаешь, про такое говорят, замах на рубль, удар на копейку. Как будто бы идея такая классная. И внутри даже урбечь чувствуется. Ты почувствовал как будто урбечь? Как выглядит это очень хорошо. Очень аппетитно. Что разрез, что сверху. На вкус просто кал. Ты знаешь, мне даже внутри не так сильно смутило, как то, что снаружи. Я чувствую абсолютно неоднородную текстуру. Просто как будто какой-то мел шоколадный. Здесь тянут орехи. Потому что орехи это всегда вкусно. Если бы не орехи, это прям тихий ужас. Какая-то даже тянущаяся история есть в плане начинки. Вот что-то похожее на карамель. Бисквит вообще сухая гавань. Печально. Просто печально. Мне очень не понравился этот тортик. Да, разочарование. Вот, по-моему, в прошлый раз у нас такие же были с тобой впечатления. У них очень большая линейка. Будем потихоньку с вами пробовать. В другие выпуски в коробках докупать. Пишите, как вам такой выпуск? Как вам новый формат с Митюшкой? Мне тоже был он сильно новый. Формат-то старый, просто новый ведущий получается. 10 тысяч лайков и я еще раз появлюсь. О, это гляди, выпрашивать научился. 5 тысяч подписчиков на густе и я вернусь. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что посмотрели этот выпуск. Очень приятно. Просто очень приятно.